Дорожная сеть Дороговори направлен на повышение киберграмотности граждан. Уютный и красивый дом для молитвы открылся в Учкуландском ущелье в поселке Эльбрусский. Святыня будет носить имя Исмаила Хаджи Хаджи. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Текущую работу и перспективы развития федеральной дорожной сети на территории Карачаева-Черкесии обсудили глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза в ходе рабочей встречи с начальником ОПРДОР «Кавказ» Александром Лукашуком. Результатами нашего взаимодействия являются десятки километров участков федеральных дорог и новые мосты, которые ежегодно вводятся в эксплуатацию в Карачаево-Черкесии, отметил Рашид Тимрезов. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», реализуемого в Карачаево-Черкесии с 2019 года, на территории республики приведено в нормативное состояние уже более 100 километров дорог, а в этом году по нацпроекту в регионе ремонтируют 26 километров дорог и 6 мостов. Участники встречи договорились о продолжении совместной работы по реконструкции федеральных автомобильных дорог на территории республики. Местный житель признан виновным в оказании ненадлежащих услуг, повлекших смерть человека. Напомним, 18 января 2021 года в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы Мусачтара в Дамбай, путем производства артиллерийских выстрелов произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое количество людей. В результате этого один из местных жителей получил травматические повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался. Доказательства, собранные следователем 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего инженера Карачаева-Черкесского-Дамбайского военизированного противоловинного отряда. Приговором суда виновный осужден к штрафу и условному лишению свободы. Следствием и судом установлено, что в результате непрофессиональных действий фигуранта, оказывавшего услуги по принудительному спуску лавины на склоне горы в поселке Дамбай, путем артиллерийских выстрелов произошел сход снежной лавины на участок местности, где находилось большое скопление людей. В результате этого один из местных жителей погиб. По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий, направленных на восстановление всех обстоятельств совершенного преступления. В частности, допрошено больше 60 свидетелей, проведено 10 осмотров места происшествия, в том числе с применением криминалистической техники, проведен ряд сложных судебных экспертиз. На основании собранных по уголовному делу доказательств судом, виновному назначено наказание в виде штрафа и условного лишения свободы. Дистанционное мошенничество – самая актуальная проблема 21 века. Чтобы обезопасить жителей Черкеска, сотрудники МВД совместно с сотрудниками Центробанка провели профилактическую работу. Мероприятие проходило в рамках информационной кампании «Не говори», организатором которого выступило Главное управление Банка России. Подробнее расскажет Дарья Тандит. «Здравствуйте, это сотрудник Банка. Мы зафиксировали подозрительную активность по вашей карте». Пожалуй, это самая распространенная фраза в арсенале у мошенников. Именно эти слова вводят в ступор, а то и в ужас, и не дают вовремя сориентироваться в ситуации. В ходе соцопроса каждый второй житель получает звонки с неизвестных подозрительных номеров. «Звонят на телефон, неизвестные номера, я их в спам отправляю. Каждый раз было по пять-шесть звонков и по два раза. Я выхожу из дома, я отключаю звук, чтобы не отвечать на них и не реагировать». «Я их раскусываю обычно, понимаю, что это мошенники, и разговариваю совершенно по-другому, либо ложу трубку». «Информируете кого-нибудь из них?» «Конечно, обязательно. У меня мама уже в возрасте пожила. Я ей сразу звоню и рассказываю схему мошенников». Около трех тысяч экземпляров печатной продукции по профилактике кибермошенничества в виде буклетов и наклеек подготовили сотрудники полиции совместно с Центробанком Черкеска. В материалах рассказывается об уловках финансовых мошенников, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой. Сотрудники полиции провели работу по профилактическому обходу улиц Магазинная и Кавказская. Раздали буклеты и наклеили информационные листы в местах массового скопления людей, автобусах и троллейбусах. «Были осуществлены беседы с гражданами нашего города о том, кто сталкивался ранее с мошенниками. Нами были услышаны ответы и пожелания данных граждан. Мы посоветовали им, чтобы они были более вдительны. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». В сентябре Карачаево-Черкесия присоединилась к информационной кампании «Не говори». Просвидительская акция направлена на повышение уровня киберграмотности граждан. Последнее время участились атаки хакеров, которые мошенническим путем вымогают у жителей денежные средства. Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и молодые люди. Преступники часто играют на доверчивости граждан. А некоторые используют технику гипноза, рассказал полковник полиции Кемал Гербеков. «У нас ежедневно бывает по пять человек становятся жертвами. И сумма у Шерба больше миллиона рублей. В связи с этим мы сегодня используем и сотрудников участковых, и сотрудников ГИБДД. Также мы будем проводить данные мероприятия в общественных, муниципальных организациях. И будем активно раздавать лицам, особенно пожилого возраста, буклеты с информацией, как не стать жертвой мошенников». На центральных улицах города сотрудники Центробанка рассказали жителям о различных видах и способах мошенничества, методах защиты от них, а также раздали буклеты с рекомендациями. Узнать наиболее распространенные схемы мошенников можно на официальном сайте Банка России в разделе «Информационная безопасность». «Часто злоумышленники используют информационную повестку и, скажем так, играют на том, что чаще всего волнует граждан. Таким образом люди попадаются на уловки злоумышленников и лишаются своих денег. Именно поэтому проводятся такие информационные кампании, чтобы люди повышали свою финансовую грамотность, в частности, киберграмотность». «Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации мошенников». Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаевске чествовали чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева. Жители республики с особой гордостью и искренней радостью поздравили его с победой. О пути к пьедесталу чемпионата расскажет Альбина Ламкова. Сложная подгруппа и титулованные соперники не стали преградой. Исмаил Мусукаев в весовой категории до 65 килограммов уверенно выиграл соперника из Пуэрто-Рико со счетом 11-0 и стал чемпионом мира. Помог сильный характер и трудолюбие. Несмотря на победу в турнире мирового уровня и получение высокого титула, Исмаил Мусукаев очень скромный и воспитанный человек. Вообще не с ним чувствуешь уважение к собеседнику. «Первая встреча была с казахом, молодым, перспективным. Дальше у меня следующий соперник ждал, олимпийский чемпион, Вот кому я проиграл как раз в Токио. В этот раз я его реваншировал, выиграл. Затем у меня был чемпион России, молодой парень, Очень тоже перспективный парень, Шамиль Мамедов. Его тоже обыграл, выиграл. А дальше мой прошлогодний обидчик, Кому я в прошлом году на чемпионате мира проиграл. На этот раз у него тоже взял реванш». Победа на чемпионате мира принесла Исмаилу Мусукаеву Люцензию для участия в Олимпийских играх 24-го года в Париже. Путь спортсмена на международную арену заслуживает уважения. В его послужном списке титул чемпиона Европы, Участие в Токийской Олимпиаде, А теперь и победа в турнире мирового уровня. Сам Исмаил Мусукаев – балкарец, Российский и венгерский борец вольного стиля, Родом из Кабардино-Балкарии. С 2019 года представляет сборную Венгрии. В нашей республике его встречали как родного. В начале торжества он почтил память жертв политических репрессий и депортаций карачаевцев в Среднюю Азию у мемориала в Карачаевске. Уже там его ожидала многочисленная делегация. Моя благодарность всем тем, кто здесь собрался, меня встретить. Большое им спасибо. Мне очень приятно. Вся территория перед зданием Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева была заполнена людьми, которые искренне радовались победе Исмаила. Спортсмена с восхождением на высшую ступень пьедестала почета пришли поздравить юные борцы. Они с нетерпением ждали его прибытия. Для мальчишек он стал настоящим кумиром. Достойный урок и пример, чтобы стремиться быть, как Исмаил Мусукаев. Минута на минуту должен быть здесь. А ты сам занимаешься вольной борьбой? И как давно? Я занимаюсь четыре года борьбой. И схватки я его смотрел. Когда он боролся, прямой эфир тоже. Схватки его смотрел, болел за него. Еще в дальнейшем пожелаем ему удачи. Алибек Акбаев тренировался вместе с Исмаилом Мусукаевым. Вместе тренировались, вместе были на сборах, ездили на соревнования. Исмаил всегда был такой трудолюбивый парень. И очень одаренный, физически сильный и очень скоростной. Все качества у него были. Просто эти качества надо было воплотить в реальность. Вот просто единственное – подойти без травм. И вот таким же настроем он станет олимпистричным чемпионом. Долгожданный момент настал. Исмаил Мусукаев на месте. Неподдельная атмосфера радости и восхищения чемпионом. Почтение от старейших, юных спортсменов и ровесников. После долгого приветствия все направились в зал. Помещение было переполнено людьми. Каждый из присутствующих хотел выразить свою радость восхождением Исмаила Мусукаева на высшую ступень пьедестала почета. Мероприятие прошло красиво и достойно. На торжестве чемпиону подарили ценные призы и денежные сертификаты. Админа Ламкова, Лев Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева с победой поздравили и в учке кене представителям фамильных родов карачаевского народа. Старейшины карачаевских фамилий подчеркнули, что Исмаил Мусукаев является тем ярким примером и символом непоколебимого духа для карачаево-балкарской молодежи. Чемпиону вручили 10 миллионов рублей и ценные подарки. Сам спортсмен выразил искреннюю благодарность всем участникам встречи и заверил, что теперь главная его цель – стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Эта встреча, она была торжественная и одухотворенная, одухотворенная духовными лицами тем, что здесь наши старшие, наши взрослые воздавали дань уважения, дань, скажем, любви нашему герою-чемпиону мира Белграде-2023 Исмаилу Мусукаеву. И мы хотим сказать большое человеческое, наше благодарное слово народу Карачаево-Черкесии, карачаевскому народу. В поселке Эльбрусске и Карачаевского района открыли новую мечеть. Святыня будет носить имя бывшего Кадзия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджика Чива. В мероприятии приняли участие председатель Корнационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердзиева, первый заместитель председателя правительства Хазырчи Куев. Все подробности у Мурата Джанкесова. Открытие мечети стало знаменательным событием для жителей Эльбрусского. До этого дня мечети здесь не было. После прочтения молитвы выступил председатель Корнационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердзиев и подчеркнул огромное значимое строительство мечети в исламе. Он напомнил о великой награде, которую обещал Всевышний тем, кто вкладывает свои средства в это богоугодное дело. Об этом говорится в Коране, об этом говорил наш пророк Мухаммад, кто построит ради Аллаха мечеть, тому Аллах в раю построит дворец. Вот поэтому собрались, построили. Меня что обрадовало, назвали именем Ибрагима Хаджи. Это мне очень приятно. А всем хочу пожелать мира и добра, чтобы мы все знали то, что нам послал Всевышний Аллах, и слушались бы этого, и делали то, что нам предписано Всевышним. Выступившие поздравили местных жителей с открытием первого в поселке религиозного объекта. Пожелали, чтобы в мечеть приходили дети, читали Коран и совершали в его стенах намаз. И чтобы все религиозные праздники отныне проводили на территории этой мечети. Ранее было единогласно принято решение о присвоении мечети имени известного Кадия Республики Исмаила Хаджикачиева, который сам много времени и сил уделял строительству мечети. Богоугодное дело продолжили его друзья и единомышленники. Вся республика приложила усилия, чтобы построить данную мечеть. Основное усилие приложил Батруков Казим, наш брат, который денно-ночно, несмотря на погодные условия, здесь был, стоял, работал. И не жалея ни себя, ни сил, ни энергии, все-таки достроил и провел данное мероприятие. Самую большую, максимальную благодарность хочу сказать человеку, Батрукову Казиму, он занимался, он строил, что, как, чего. Конечно, люди помогали, разговора нет, но максимальное большое ему спасибо. Мечеть – это олицетворение духовности, чистоты. Ее внутреннее наполнение неизвестным образом переходит на наши сердца, мысли, намерения и поступки. Вкупе с великолепной природой Учкуанского ущелья, новая мечеть станет не только уютным и красивым домом для молитвы, но и центром культурной жизни поселка Эльбрусский. Мурат Женкёзов, Зумрад Халкечева, Вести Карачаева, Черкесия, Эльбрусский, Карачаевский район. Впервые в Ногайском районе прошел этнофестиваль Ногайского чая. Автором и организатором проекта выступила ГТРК Карачаева-Черкесия. Аул Адиль Халк на один день стал колоритной национальной площадкой с различными угощениями. Как прошел фестиваль, расскажет Дарья Тендит. Подготовка к фестивалю началась ранним утром. Для того, чтобы порадовать гостей вкусной домашней выпечкой и нагайским чаем, кулинарных дел мастерицы Ногайского района проснулись с восходом солнца. Замесили тесто на вкуснейшей баурсаке и приготовили десятки литров традиционного национального напитка. Гостей также угощали домашним сыром, медом и другими явствами. Рецепт это просто от души делается, как говорится. Просто обычный чай заваривается плиточный. И сметану туда добавляем, соль и перец добавляем. И это называется у нас Ногайшай. Ногайцы – тюркский народ Северного Кавказа. Он славится своим радушием и гостеприимством. Первое, с чем знакомят своих гостей нагайцы – это национальный чай. Без него не обходится ни один праздник народа. Напиток подают в пиалах с медом и маслом. Ногайский чай – удивительный напиток с богатейшей историей. Его полезные свойства ученые подтверждают и сегодня. Этот напиток известен как бодрящий, продлевающий жизнь и здоровье напиток. Приготовить его вы, конечно, можете и дома, но заменить нагайское гостеприимство вам, к сожалению, не удастся. Зато вы сможете насладиться прекрасным вкусом и насытить ваш организм полезными элементами. Приятного аппетита! Угостить прежде всего нагайским чаем. Потому что независимо он уставший, голодный или только что поел, задача – показать нагайцев гостеприимным. Здесь должно быть уютно как для тех жителей, которые здесь живут, а также и для гостей, которые были приглашены. В рамках фестиваля состоялась презентация портала «Ногайский дом». А приглашенные творческие коллективы представили свои яркие танцевальные и музыкальные номера в национальных нагайских костюмах. Главное правило, которого придерживается этот народ – гость и друг – это одно и то же. А другу полагается все самое лучшее. Поэтому каждый гость смог насладиться всеми прелестями этого фестиваля. Почетных гостей наградили призами и отметили дипломами. Хотим выразить огромную благодарность за то, что нас пригласили, что мы были участниками и гостями этого фестиваля. Нам очень все понравилось. Тема очень актуальная сейчас. Поддерживаем бурные аппетиты! Сохранение наших традиций. Хотим тоже себе позаимствовать даже этот праздник, пусть даже не в таком формате, как он сейчас проводится здесь. Очень большое спасибо! Мы узнали в Дагестане, что проходит такой фестиваль. И мы собрались и приехали просто с подругой уже по собственной инициативе посмотреть, как что будет. Было все тоже очень вкусно. Спасибо девочкам, которые работают в клубе, которые приготовили вот такие вкусные вещи. Вот и подошел к концу этот прекрасный вкусный фестиваль нагайского чая. Каждый житель смог попробовать вкуснейший паурсаки и насладиться приятным вкусом традиционного напитка нагайского чая. Дарья Тензит, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Нагайский район. Каковы правила ношения оружия? В каких случаях можно и когда нельзя его применять? На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника регионального управления Росгвардии Эдуард Чумаев. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.